Великомученик и целитель Пантелеим, покровитель врачей и больных, православные христиане почитают святого как небесного целителя и врачевателя болезней тела и души. Святой Угодник жил в III веке, в эпоху жестоких гонений на христиан в Римской империи. Известны многочисленные случаи исцелений по молитвам святого. Они совершаются целителем Пантелеимоном и в наши дни. Имя Великомученика призывается в молитве за больных при совершении Таинства Соборования, при освящении воды. 16 июня в центре Полоцка на Площади Свободы встречали икону святого Пантелеимона с частицей его мощи. Она прибыла со святой горы Афон. Крестным ходом верующие принесли образ в Кафедральный Собор Богоявления. Уникальность иконы в неповторимости афонского иконописного стиля. Сегодня луч вечности посетил нашу Полоцкую землю. Мир Божий в облике Пантелеимона истилителя и во святых мощей пришел наш храм, наш город. В мир, который нуждается в помощи Божией и годников Божьих. Священным Писанием сказано, мир в возле лежит. Мир лежит в беззакониях и покрыв множеством грехов, которые возникают от удаления от заповедей Божьих. Ведь мир Божий, в котором мы живем, он вышел из рук Господних, чистым, прекрасным, святым. Но человек своей волею оскверняет Божие создания. И грехи преследует и нас, и поколение, и весь окружающий мир, как бич, свиретствуя на земле. Грех бывает очень привлекательным и кажется сладким. И когда мы увлекаемся грехами, то нам кажется, что оно – это естественное положение, это нормальное положение дел, живи, наслаждайся жизнью. Но мы забываем, какие оброки греха, какие следствия даже самого маленького прегрешения. Грех, как бумеранг, возвращается в наше тело и в нашу душу страданиями, болезнями, скорбями самой смерти. Но сами последствия греха, они по промыслу Божию, они целительны, они спасительны. Слово Божие говорит – страдающий перестает грешить. Это главное условие спасения и наследования неба. Нам надо перестать грешить. И благодаря нашим страданиям и болезням это зов Божий к нам. Страдающий перестает грешить. Оставим грехи, чтобы дальше не страдать и не мучиться. Покаямся в грехах. Исправим свою жизнь. И, конечно же, будем молиться. Но молитва грешника слаба и бывает малоплодна. Поэтому пришел на нашу землю великий Егорчик Божий, Пантелеймон Истеритель, чтобы мы к Ним обращались, а Он, как Друг Христов, может умолить Господа о всем. И будем помнить, чтобы получить помощь Божию, надо исправить свою жизнь. Надо оставить грех и горячую молиться и Богу, и Его угодникам. Аминь. 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 ПЕТСКИЙ ПОЮТ Икону великому ученика Пантелеймона «Частиц его мощей» в Полоцком соборе Богоявления находилась 16 по 22 июня. 22 июня образ святого угодника провезли по медицинским учреждениям Полоцком. Создавалось такое ощущение, что в этот день сам целитель Пантелеимон пришел к докторам, медицинским работникам, болеющим. Шествовал по городу и осветил его. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас будет совершаться молебен к этому великому ученику и целителю Пантелеимону. И вы, как люди, которые занимаетесь врачеванием телесных недугов людей, также зовите к помощи этого великого угодника Божия, чтобы Господь через вас подавал исцеление для тех, кто приходит сражающих, кто ищет исцеление для своих телесных недугов. Во время молебна, которые мы будем совершать, вы можете подходить, потихону вести, и целовать икону угодника Божия. А по окончании молебна мы всех вас окропим святой водичкой с призыванием действующей силы в благодати Божией на всех нас. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедуйтесь Господи, веков благ, яков век милости Го. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. В начале четвертого часа дня икону ожидали в храме великомученика и целителя Пантелеина на городе Полоцка микрорайон Новки. Именно для этого храма был написан образ на святой горе Афон. Именно этот храм станет постоянным местом пребывания нового, уже полоцкого образа. Эта икона – это чудо Божие, то, что она приехала к нам в Полоцк, на нашу полоцкую землю, потому что как строительство храма нашего, святителя и целителя Пантелеимона, так и чудо было, его строительство, и все точно так же и чудо явления этой иконы именно на нашу полоцкую землю. Почему? Потому что, когда был построен храм, а в храме есть всегда главная храмовая икона. Иконы не было. Для того, чтобы ее написать, это очень дорогостоящий, и самое главное, если нет на то воли Божьей, иконы не будет. Но если есть воля Божья, то тогда икона появляется. Появляются тогда и материальные средства, чтобы ее написать, потому что любая иконопись – это очень дорогостоящий процесс. А здесь случилось такое чудо, что появился один благодетель, имя его остается, закрытая информация пока, который предложил вот такой у вас чудный храм, замечательный. Почему бы нам не написать икону, чтобы она была? И было предложено им же, чтобы эта икона была написана на святой горе Афон. А, как известно, самые глубокие и молитвенники, и учитывая и отшельнический образ жизни, и эскитский образ жизни – это, конечно же, Афон. Написана она в скиту святой Анны. Это один из самых дальних скитов горы Афон. Туда есть только тропинки, чтобы туда можно было пройти. Да, поэтому понимаете, что сама икона уже чудо. То, что вот и афонцы наши согласились написать ее, и такое же чудо, как она сюда и была доставлена. Эта икона, она не является списком с иконы другой. То есть чудотворных икон, бывает, делают список. Нет, это оригинальная икона. В этом этой иконы уникальность. То есть было видение иконописцам, что она должна быть именно вот такая. Ведь чаще целитель наш Пантелеймон, он изображается с лжицей в руках. Да, изображается с крестом, но не так. Вы видели, да, что вот она совершенно другая. Она вроде, она каноническая, она правильная, все. Но вот что-то вот в ней есть немножечко другое. Вот это вот и другое есть уникальный афонский иконописный стиль письма. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нам была дана помощь СНИШ. Нашему городу выделили 10 миллиардов нашей бонусской купли. А за таким еще придачу еще несколько тысяч долларов дали нам. Просто так. И куда их уложили? Вот вы нам покажи, как же продали. Да, это же. У нас появился великолепный храм. Храм жемчужинка, маленький, красивый такой. Просто снег он свалился на нашу бону. Это чудо Божие. Проект лежал два года, уже окончался срок этого проекта. И вдруг приехал наш город в Пейн-Нимир. Как он в первую жизнь приехал, наверное, я думаю, может быть, он уже никогда и не живет там. Но 12-й год его к нам послал. Он им дал деньги на этот храм. Потому что промыслом Божьем было, видно, что здесь построить храм. Поэтому мы его построили. Затем приезжает здесь московый человечек, тоже такой именитый. Говорит, вот храм великолепный, какой красавец храм. А икона там есть поделит. И я говорю, так а может, пусть вам на Ахоне заказать икону? Я говорю, ну, конечно, закажи ее, если гроши не берешь. Заказывай, да. Я говорю, знаешь, как написать эту икону на Ахоне. Говорит, да, пожалуйста, я сделаю. Пообещал сделать полгода, икона была уже у нас. Икона, она особенная. И писали по нашему специальности, по нашему храму, по нашему заказу. Писали в арските Святой Анны, это заговор в арските, куда доступ ограничен. Кого вообще, кто-то, кто-то нам может найти. И вот эти аскеты монахи написали для нас эту информацию. Это просто. Это не просто. Это Господь указывает путь, по которому нам надо выходить из кризиса. Ибо сейчас все охают, махают, а вот движение в нужном направлении нет. Все ищут какие-то выхода, но бездесмерным спонсорам замечутся. Это путь в никуда, это совершенно пустое занятие. Нам Господь указывает тот путь, по которому мы должны идти, на который мы выстоим, на который мы победим. Это возвращение к своим духовным, исконным Божьим истокам. Нам уже были тысячи лет, и вот с Богом мы с вами все. Или коллеги испытали, и войны, и оккупации. Все и вышли, сохранив и веру, и культуру, и язык, и свой народ сохранил. Все сохранил. И вот по этому пути нам дальше надо идти. Молитва звучала в храме святого Пантелеймона. Она поднималась в небесную лусь, как незримая духовная ниточка, как надежда на лучшее, как призыв Бога откликнуться на человеческие нужды. «Будет вам по вере вашей», – говорил Господь. «И дается поверить тем, кто верит». ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok